Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке. В авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацатурян на Первом медицинском канале. Базыкин Георгий Александрович, выпускник биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Получил кандидатскую степень в одном из ведущих мировых научных центров в Принстонском университете в Нью-Жерси, США. Работал за рубежом. В настоящее время руководит сектором молекулярной эволюции в Институте проблем передачи информации. И является ведущим научным сотрудником лаборатории эволюционной геномики факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ. Лауреат премии Европейской академии для молодых ученых 2012 года. Область научных интересов, изучение биологической эволюции на разных уровнях методами сравнительной геномики и биоинформатики. Результаты этих исследований Георгия Базыкина применимы в медицине. Георгий Базыкин сегодня в студии. Здравствуйте. Добрый день. За время существования нашей программы, которая посвящена человеку как социально-биологическому объекту, мы стремились получить разнообразные сведения об этом объекте. И говорили здесь о его эволюции как вида, о работе человеческого мозга, о возникновении речи, о разнообразных психофизиологических аспектах его деятельности умственной и не только умственной. Все это, естественно, в контексте нашей цивилизации. Но, как утверждают многие авторы, и вот один из них, прославившийся недавно, американский микробиолог Дэвид Кларк, прославился своей книгой замечательной «Никробы, гены и цивилизация». Вот эти люди утверждают, что, собственно, цивилизация как таковая наша, она сформировалась в немалой степени под влиянием инфекционных заболеваний, которые сопутствовали, собственно, человечеству, всю его историю. Ну, взять хотя бы злоключение войска Александра Македонского, которые, по некоторым предположениям, повернули ход истории. Ну, это, так сказать, лирика. Ну, действительно, инфекционные заболевания сопровождают человека, в широком смысле человека, как вид, всю историю его существования. Сегодня у нас на повестке дня грипп с точки зрения биоинформатики. Можно ли предсказать эволюцию вируса гриппа? Тема наша, пожалуйста, Георгий. Ну, прежде всего, наверное, надо поговорить о том, почему вообще эволюционисты занимаются инфекционными заболеваниями. Вот бытует представление о том, что эволюция – это такая теоретическая, почти гуманитарная эволюционная биология, почти гуманитарная часть биологии, которая занимается историей, историческими вопросами. Да, умозрительная такая. Да, дела давно минувших дней. В общем, прикладного значения большого не имеет. На самом деле, это очень далеко от истины, потому что эволюция приводит к тому, что люди умирают. По некоторым оценкам, до 30% смертей вообще людей на земном шаре можно атрибутировать эволюции каких-то чего-то маленького и бесполого. Либо это инфекционные заболевания, которые атакуют нас снаружи, либо это эволюция наших собственных клеток, выходящих из-под контроля внутри нашего организма, которые приводят к раку. То есть, эволюционная биология на самом деле имеет самое прямое отношение к медицине и самое прикладное значение. Поэтому молекулярные эволюционисты сейчас на грани биологии и медицины работают очень интенсивно. Ну и, конечно, инфекционные заболевания – это одна из таких главных тем. Если бы, в частности, с вирусом гриппа, если бы не эволюция, то мы бы болели гриппом раз в жизни, а не каждый год или раз в несколько лет, как большинство из нас. Или в год несколько раз. Все-таки это редкость, но обычно многие инфекции, похожие на грипп, таковыми не являются. Все-таки совсем не любая простуда – это грипп. Грипп – это набор определенных симптомов и, главное, определенный агент. Агент. Да, вирус гриппа. И вот эволюция этого агента вызывает то, что мы болеем гриппом практически не прекращаясь. Вот, собственно, этот самый агент. Это замечательная картинка. Да, очень красиво. Да, она сделана в России. Это российская группа ребят Visual Science. И она замечательна тем, что здесь она ужасно реалистична. То есть здесь компоненты этой вирусной частицы даны, собственно, в натуральную величину и очень похожи на то, как они выглядят на самом деле. Вы имеете в виду соотношение? Соотношение компонентов. Здесь, собственно, можно разглядеть отдельные атомы, их вандервальцевые радиусы и так далее. И у вируса гриппа всего-навсего 11 белков. И самые важные, и те, про которые мы с вами будем много говорить, это поверхностные белки, которые торчат как бы наружу из этой вирусной частицы. Это, в первую очередь, гемоглисинин. Второй, во вторую очередь, нейроминидаза. Они важны, потому что это именно то, что видно в человеческой иммунной системе. То, что скрыто внутри вирусной частицы, для иммунитета незаметно. Поэтому, когда мы пытаемся сделать вакцину от гриппа, как правило, мы будем ориентироваться именно на то, что торчит, так сказать, наружу. Хотя здесь есть свои проблемы, о которых мы сейчас подробно поговорим. Ну вот еще одно изображение, значит, такое более схематическое частицы вируса гриппа. И здесь можно видеть, что это как бы такой шарик, такая планета, покрытая такими вот деревьями, значит, торчащими наружу фрагментами белка гемоглисинина. И время от времени такими вот грибочками нейроминидаза. То есть, если мы смотрим наружу на эту планету, то все, что мы видим, это вот эти вот кроны этих деревьев. Это как раз то, что доступно иммунной системе. И эти 11 генов вируса, про которые я говорил, они закодированы 8 отдельными сегментами РНК. Вирус гриппа это РНК содержит, РНКовый вирус, да, там на отрицательной цепи РНК записана генетическая информация. И у него есть вот такие вот 8 дискретных сегментов, что его отличает от многих других вирусов. То есть, скажем, вирус иммунодефицита человека, у которого геном как бы цельный, связанный. Здесь такие отдельные сегменты, немножко напоминающие человеческие хромосомы. И это будет важно нам для биологии этого вируса, потому что так же, как люди при половом размножении могут перемешивать наборы своих хромосом, точно так же вирус гриппа может создавать, могут образовываться новые сочетания из уже существующих сегментов, если одна клетка инфицируется. То есть, они не называются рекомбинацией, здесь реассортацией. Они называются реассортацией. Рекомбинация, все-таки слово зарезервировано для ситуации, когда у нас случается разрыв внутри хромосомы или внутри фрагмента РНК. Здесь никаких разрывов не существует, просто отдельные такие дискретные молекулы как бы перемешиваются. То есть, набор молекул состоится тем же самым. Интересный вопрос, бывают ли у вируса гриппа рекомбинации как таковые. Если и бывают, то очень-очень редко. Сейчас это много исследовали, и похоже, что нет. В отличие от, например, вируса иммунодефицита человека, у которого рекомбинации очень много. Это вирус гриппа. И вот это то, как мы думаем, что устроена в основном эпидемиология вируса гриппа. Точнее, не всего вируса гриппа, мы будем говорить про вирус гриппа А почти исключительно, потому что он с большим отрывом самый распространенный из вирусов гриппа и самый вирулентный, и вообще самый неприятный. Большая часть того, что сейчас на слуху, птичий грипп, свиной грипп, обычный сезонный грипп, это разновидности вируса А. Хотя вирус Б, его тоже довольно много. Бывают вирус гриппа А, Б и С, это три разных рода семейства в этой большой группе ортомиксовирида. Три разных рода вируса гриппа. Вирус С как-то совсем не на слуху, а вирус гриппа Б, в общем, достаточно распространен. И у него совсем другая эпидемиология, он гораздо медленнее эволюционирует, чем грипп А, и он сильнее, по-видимому, географически подразделен. Сейчас люди говорят даже про то, что, возможно, имеет смысл делать не одну общую вакцину для вируса гриппа Б, а географически отдельную. Да, в отличие от гриппа А, о котором мы поговорим. Наоборот, грипп А по всему земному шару устроен глобально. Это одна практически единая популяция. То есть никаких географических барьеров он особенно не признает. Ежегодно, все время, постоянно в тропических широтах поддерживается какой-то пул разных штаммов этого вируса. И, по-видимому, там имеет место такой плавильный котел, в котором происходит большая часть эволюции, в которой происходит большая часть реассортаций, и в котором генерируется новая штамма. Новые вирусы возникают так, вот как я читаю, там именно. В основном, по-видимому, да. То есть, значит, ежегодно этот... И там всегда есть какая-то эпидемия гриппа тоже, как считают некоторые эксперты. Ну, на низких уровнях. Можно говорить и так, что она постоянная. Там это Юго-Восточная Азия, Юго-Восточная Африка. Да, Центральная Америка даже. Главное, что там нет никакой сезонности. А наоборот, ежегодно, когда сезонность, значит, когда зима в северном полушарии, возникают эпидемии гриппа в северном полушарии. Симметрично, когда зима в южном полушарии, возникают эпидемии в южном полушарии. На самом деле, можно задать вопрос, почему эпидемии возникают именно зимой. Это не такой дурацкий вопрос, как кажется, потому что кажется, ну, естественно, зимой холодно, а все болеют гриппом. На самом деле, связи погоды с вероятностью инфекции гриппа, как это ни удивительно, практически нет. То есть, практически ее показать не удалось. Значит, можно исследовать, сравнивать зимы теплые и холодные, сравнивать разные ситуации, сравнивать напрямую, влияет ли холод на вероятность инфицирования. С гриппом, по-видимому, такой связи вообще практически нет. Это сильно отличает гриппа от обычных простудных заболеваний, потому что простудные заболевания, они в основном вызываются очень разными вирусами, пикарновирусами, но риновирусы – это такая преобладающая группа. И вот про риновирусы было недавно показано, что там действительно, если на мышах температура назального тракта немножко ниже, чем обычная, то защита, то мыши справляются с инфекциями простудными хуже, и было разобрано, почему так получается, потому что там клетки эпителия назального тракта, они менее эффективно выделяют интерферон, менее интенсивно возникает этот самый иммунный ответ, и это с этим связано. С гриппом ничего похожего. То есть, похоже, что… Ну, здесь вопрос времени, насколько я понимаю. Если в сезон дождей возникает, спустя 6 месяцев он идет, идет и доходит, то, скажем, Европа, а в Европе в это время зима. Ну, не обязательно в сезон дождей. Во-первых, сезоны дождей, ведь здесь в разных… в юго-восточной Азии, насколько я понимаю, не совсем попадают с тем, что там происходит, скажем, в Африке и в Америке. Это во-первых. Во-вторых, как я сказал, здесь нет большой такой сезонности в средних широтах. То есть, там все время происходит что-то, и когда именно возникнет новый штамм, никто не знает, там не могут возникнуть в мае, могут возникнуть в ноябре. Но, по-видимому, в значительной степени такая вот сезонность в умеренных и холодных широтах связана с тем, что у вируса гораздо сильнее повышается возможность передаваться между людьми, потому что люди замкнуты в закрытых помещениях. По-видимому, очень большую роль в этом играют школы. Есть данные, опять-таки, по закрытиям школ в Канаде, когда слишком холодно, и как изменяется адаптивническая обстановка. Есть данные по Франции совершенно замечательные, потому что во Франции есть зоны по школьным каникулам, и для того, чтобы все одновременно не садились в свои машины, не ехали на Средиземное море и не вызывали огромные пробки, там каникулы в разных местах Франции устроены в разное время. Вот есть замечательные анализы того, как это коррелирует с эпидемической ситуацией по гриппу. И там достаточно сильно коррелирует, достаточно большая связь. По-видимому, порядка... Значит, закрытие школ снижает передаваемость гриппа примерно на треть. Это много, это как бы цифра важна, если мы боимся большой какой-нибудь будущей серьезной пандемии, не дай бог. Вот насколько надо закрывать школы, не надо. Если надо, то насколько, если пандемия может продолжаться много месяцев, естественно, закрывать школу там на целый год, это дорого и сложно, и организационно очень сложно. Поэтому это важно. Вот, по-видимому, закрытие школ имеет важное значение, но также имеет важное значение, что даже люди, когда не находятся в школах, они просто находятся вместе в одном помещении, замкнутом, с закрытыми окнами, и в этой ситуации передаваемость вирусных частей гораздо более высокая. Но, как вы видите, здесь вот у нас все последовательные эти самые штаммы раскрашены разными цветами, такими условными. То есть это символизирует то, что вирус гриппа все время эволюционирует. Он, вот как я сказал, в основном эволюционирует здесь, в тропиках, где такой вот плавильный котел для него, а в полушариях уже каждый год возникает какая-то эпидемия, связанная с каким-то определенным штаммом. И очень неплохо было бы уметь предсказывать, какой, собственно, из штаммов, которые существуют сейчас вот здесь вот, даст нам эпидемию на следующий год. И здесь на помощь может прийти молекулярная эволюция. Значит, вообще, соображение, что по современным разновидностям можно восстанавливать то, что было раньше, в прошлом, это соображение очень старое. Сукеркандр и Поллинг сделали замечательную статью, собственно, создав область молекулярной эволюции в 60-х годах, где они написали, что молекулы ДНК или РНК несут в себе как бы историческую летопись того, как раньше развивался соответствующий вид или соответствующая там разновидность, соответствующие штаммы в случае гриппа. Мы здесь не можем говорить про виды, что такое вид здесь не очень понятно, давайте говорить про штаммы. И если мы знаем штаммы, если мы знаем последовательности ДНК или последовательности РНК в настоящее время, мы можем, идя назад по времени, восстанавливать вот это самое эволюционное дерево. Мы можем сказать, что, наверное, два штамма, которые очень похожи друг на друга, там отличаются всего-навсего одной аминокислотной заменой, или нуклеосидной, одной единственной буковкой где-то в геноме, они, наверное, близкие родственники. То есть у них недавно когда-то жил их общий предок. А те, которые более далекие, значит, те от них более далекие. И, пользуясь такими немножко более сложными соображениями, мы можем реконструировать дерево, если у нас есть достаточно генетических данных. А генетических данных у нас сейчас очень много. В 2005 году, если я не ошибаюсь, в 2004, может быть, был начат проект «Геном вируса гриппа», большой, спонсированный Национальным институтом здравоохранения США. И геном вируса гриппа – это совсем не то же самое, что проект геном вируса гриппа – это не то же самое, что проект геном человека. Потому что геном человека – это один-единственный человек, более-менее. Ну или один-единственный геном, собранный из разных людей. Но главное, что на выходе одна-единственная последовательность ДНК. Геном вируса гриппа это сотни и сотни даже на самых ранних этапах геномов вируса гриппа, либо отдельных генов, либо всего генома сейчас почти всегда секвенирует полный геном, потому что это всего-навсего 15 тысяч нуклеотидов, что мелочится. Человек, что мелочится, сейчас это достаточно дешево. Дэвид Липман и другие люди, которые инициировали этот проект, они говорили, что хорошо бы прослеживать эволюцию для того, чтобы мочь ее предсказать. В результате возник совершенно замечательный набор данных для молекулярных эволюционистов. То, сколько у нас данных по последовательностям вируса гриппа, почти ни с чем не может сравниться. С вирусом иммунодефицита человека у нас тоже очень много последовательностей, в частности взятых из одного пациента. Другая ситуация, эволюция происходит внутри одного пациента. Здесь последовательность, каждый штамп берется из разных пациентов. И вот мы можем здесь строить такие разрешения. Сейчас этих последовательностей уже тысячи. Вот здесь для примера показано эволюционное дерево вируса гриппа H3N2. Номенклатура у вирусов такая. Они называются по тому, какому подтипу принадлежит гемоглюцинин и по какому подтипу принадлежит нейроминидаза. Вот эти вот два подтипа H3N2 и H1N1 — это два основных, самых распространенных штамма вируса гриппа, которые сейчас циркулируют в популяции человека. И H3N2 преобладает, значит, это вот такой вот обычный, самый эстонийный, нормальный сезонный вирус гриппа. И глядя на это дерево, после того, как мы его построили, сразу можно заметить, что это дерево выглядит очень необычно. Если мы построим, не знаю, чего можно построить эволюционное дерево, всех позвоночных, например, то дерево будет выглядеть совсем по-другому. Оно будет гораздо более симметричное, гораздо более сбалансированным. Здесь впечатление такое, что дерево похоже на кактус. У нас есть один единственный ствол и от него все время идут такие вот маленькие, коротенькие, относительно коротенькие колючки. Что это значит? Это значит, что в каждый момент времени у нас есть только один штамм, которому суждено стать успешным через пару лет. Вот скажем, вот у нас в сезон, ну давайте вот сюда, 2004-2005 года, есть большое-большое разнообразие разных штаммов. Какой-то из них, только один, даст нам разнообразие штаммов в 2006-2007 годах. Шаг 2 года, да? Ну там, в общем, да, в общем, приблизительно в 2-3 года. То есть разнообразие может насколько-то прикрываться между соседними годами, но за пару лет полностью обновляются. Здесь дерево нарисовано до момента 2009 года, когда пришел вот этот самый пандемический, так называемый свиной грипп H1N1. Но на самом деле после этого эволюция H3N2 тоже продолжалась, то есть можно это дерево продолжить было бы и дальше. И почему нам это интересно? Потому что мы пытаемся делать от вируса гриппа вакцины. Мы умеем делать достаточно неплохие вакцины, которые достаточно эффективны. В чем проблема с вакцинами? Вакцина от гриппа тривалентная. Сейчас появляются четырехвалентные вакцины, но в общем, в основном они трехвалентные. В том числе вот российская вакцина, которой все пользуются, Gripal+, она, значит, тоже устроена так же, трехвалентная. Это значит, что в вакцину можно заложить, если угодно, три разных штамма вируса гриппа. Значит, обычно один резервируется для вируса гриппа B, про который я говорил, значит, остается всего-навсего по одному штамму для каждого из подтипов H3N2 и H1N1. Соответственно, это значит, что нам нужно угадать, какой из штаммов, которые циркулируют в человеческой популяции в текущий год, будет, скорее всего, циркулировать в человеческой популяции в следующем году. Причем это нужно сделать заранее, потому что вакцину нужно производить заранее. Производственный цикл вакцины сейчас очень долгий, это занимает от 6 до 8 месяцев. От момента, когда Всемирная организация здравоохранения решает, какие, собственно, штаммы закладываются в вакцину, это происходит где-то в феврале-марте обычно, до момента, когда, собственно, вакцина поступает в поликлинике, это происходит в начале эпидемического сезона, в октябре-ноябре, в сентябре. И процесс, которым создается вакцина, он такой немножко средневековый, там сейчас выращиваются эти самые вирусные частицы внутри куриных яиц, для этого нужно совершенно огромное количество куриных яиц, я видел статистику, невероятное количество, миллиарды во всем мире. И это все медленно и долго, хотя не очень дорого, но медленно и долго. Можно выращивать в клеточных культурах, это немножко быстрее, но это нельзя в таком масштабе колоссальном делать. И тем самым перед медициной стоит задача предсказания, потому что нужно из всех вот этих вот самых точек выбрать одну, самую, так сказать, перспективную. Если мы попадем не точно, это не смертельно, потому что существует у вакцин перекрестный иммунитет. То есть, каждая вакцина, нацеленная на конкретный штамм, будет также защищать от штаммов, похожих на него по эпидемическим свойствам, но не идеально. Если мы попадем совсем в молоко, то тогда защита будет нулевая. И, в принципе, ВОЗ неплохо справляется с этой задачей, но не идеально. Значит, вот одна из возможных картинок, таких картинок, их можно строить немножко по-разному, поэтому детали получаются немножко разные. Это вакцина, которая на каждый конкретный год была рекомендована ВОЗ. Условными цветами обозначены, значит, разные штаммы. Здесь год и NH, значит, северное полушарие, SH, значит, южное полушарие. А здесь, сверху, то, какой, собственно, штамм вируса реально в этот год циркулировал. И видно, что соответствие не стопроцентное. То есть, ВОЗ ведет себя немножко консервативно, она как бы запаздывает часто. Эту картинку нельзя сразу так интерпретировать, как то, что в ВОЗе сидят люди некомпетентные, потому что здесь есть всякие осложнения. Осложнения следующие. Во-первых, обновлять состав вакцины очень дорого. Гораздо дешевле делать ту же самую вакцину, которая была в прошлом году. Обновить единственный компонент вакцины стоит от 5 до 15 миллиардов евро, что очень... Нет, миллионов, кажется, все прошлое ощущение, миллионов евро. То есть, очень большие деньги. Во-вторых, ведь то, какой, собственно, штамм выбирается для вакцинирования, влияет на то, какой штамм будет преобладающим. Может быть, тот штамм, который мы закладываем в вакцину, от него защита, наоборот, очень эффективна. Если бы вакцины не было, то тогда бы он был бы лидирующим, а так выигрывает кто-то другой. Наконец, здесь можно использовать разные меры сходства между штаммами вируса гриппа. Вот мы эволюционисты, мы любим думать о сходстве последовательностей, насколько процентов там различаются последовательности, скажем, гемаглюцины или нейроминидады. На самом деле, более существенно для вакцины это то, насколько сходны антигенные свойства. То, насколько вакцина к одному штамму защищает от другого штамма. И это можно изучать. Вот типичный способ, как это делают, это так называемый анализ ингибирования гемаглюцинина. Это тест такой, рутинный. Да, это совершенно рутинный тест. Реакция подавления гемаглюцинации. Тысячи штаммов вируса ежегодно таким способом тестируются. Я не знаю, стоит это рассказывать или это и так все нравится. Ну, мне это в данный момент интересно в том смысле, что у меня возникло ощущение, что биоинформатика пришла на смену вот этому рутинному тесту. Это так или нет? Я бы не сказал. Наоборот, биоинформатика его в себя инкорпорировала. Все-таки биоинформатика это что такое? А, все-таки инкорпорировала. Это не область знаний, это инструментарий. Это инструментарий без капания, без реального подавления. Это умозрительный инструмент. Ну, биоинформатика может работать с любыми данными, которые вы ей дадите. Это может быть в том числе и вот эти самые капания. То есть, биоинформатика любит большие наборы данных, хотя в принципе это тоже не обязательно. Но как биоинформатически можно работать с вот этими данными? Значит, у нас есть некоторое... Ведь по вот таким вот, значит, по этому самому анализу можно составить матрицу сходства, то, насколько похожи друг на друга разные штаммы. И насколько там каждый из них похож на вакцину. И используя вот эти вот расстояния, так сказать, сходства между штаммами, можно построить некоторую карту антигенных, значит, карту штаммов в каком-то пространстве, где близкие более друг к другу точки будут соответствовать большему сходству. И также такую же карту можно построить в пространстве последовательностей. И вот интересный вопрос, какие именно изменения последовательности нуклеотидов приводят к изменению антигенных свойств. И там все непросто и нелинейно, значит, то, как соответствуют друг другу эти две карты... То есть, чем более красный, тем более... Ну, здесь не совсем. Это что такое? Это разное разведение. И вопрос заключается в том, связываются антитела с гемоглюцинином... Гемоглюцинином? ...к одному штамму с гемоглюцинином другого штамма или же не связываются. И до какого разведения, собственно, это происходит? Здесь вот антитела разведены уже один к тысяче, и все еще они связываются. Все еще связываются. Значит, это когда вирус, на основании которого создана вакцина, связывается с антителами от этой самой вакцины. То есть, даже в очень маленьком разведении все равно связывание хорошее. Дальше мы можем взять какой-нибудь другой вирус и увидеть, что он тоже, хотя не настолько же хорошо, но тоже, в общем, очень неплохо связывается. Если здесь меньше двух шагов разведения, то есть разведение различается меньше, чем в четыре раза, то, в общем, считается, что эти штаммы достаточно антигенно схожи. А вот этот вот штамм не связывается, потому что он, значит, здесь гемоглюцинин не осаждает. И, соответственно, видно, что даже уже в очень маленьком разведении, даже при высокой концентрации этих самых антител уже никакого связывания не происходит. Значит, вот от этого штамма защиты не будет никакой. Вот. И, ну, то есть, действительно большая задача, это как сделать соответствие между вот этими картами по гемоглюцинированию и картами по последовательности. И, например, какие изменения в каких участках последовательности приводят к изменениям антигенных свойств. Оказывается, что, как, собственно, и можно было ожидать, в большей части последовательности, если, там, генома вируса гриппа, если мы изменяем одну букву, это никак на антигенных свойствах не сказывается, потому что анимунная система видит только поверхностные белки гемоглюцинина и нейроминитаза. И из этих белков она видит только те части, которые торчат, так сказать, наружу. То, что называется эпитопы. То есть, то, что, как бы, самая верхняя часть этих крон, этих деревьев. И, наоборот, замены в этих самых эпитопах, особенно радикальные, если, там, например, как-нибудь радикально изменяется кодируемая аминокислота, часто меняют антигенные свойства довольно радикально. Ну и вот вопрос, большой вопрос, который мы задаем, это, значит, как все эти данные можно использовать для того, чтобы предсказывать каким-то образом эволюцию. Ну и первый вопрос, это вообще, есть ли какая-нибудь предсказуемость здесь? Знаем ли что-нибудь, что-нибудь можно ли сказать наперед? Ну вот одна из ранних работ на эту тему, которую делали, значит, мы с Сергеем Крижинским, выпускником, кстати, физического факультета МГУ, когда, значит, и он и я были в Принстоне. Здесь он был первый автор, и он показал, что существуют некоторые аминокислотные замены, которые на этом дереве эволюционном происходят снова и снова. То есть у нас есть, как говорят молекулярные эволюционисты, параллельный след параллельных замен. Здесь вот черным цветом раскрашены, значит, замены, определенная аминокислотная замена, которая все заново и заново происходила в некотором аминокислотном сайте. Значит, там больше 30 раз за время эволюции вот этого дерева H3N2 она возникала. Я тут все время деревья рисую то идущими вверх, то идущими вниз, это ничего не значит. Не вниз, а право-лево, я бы сказала. Нет, ну они, слава богу, все время слева направо, но ориентированы только так, кто так. Это просто в разных статьях они рисуются по-разному, на эту тему нет никакого стандарта. То есть какая-то предсказуемость здесь есть. Значит, что-то вирус знает, он пытается, в кавычках, естественно, знает, он пытается получить себе какую-то определенную аминокислоту, и те штаммы, которые получают в конце концов эту аминокислоту, они оказываются эволюционно и успешными. Гораздо более недавно за этот вопрос люди взялись, так сказать, промышленно. Это работа в Nature, значит, прошлого года, где Майкл Летик и Марта Вукша смотрели на то, какие, собственно, мутации в вирусе гриппа предсказывают эволюционную успешность соответствующего штамма дальнейшего. И они показали, что работает очень простая модель. Собственно, в черне это было видно еще и раньше, даже в 80-х годах, но здесь это было показано аккуратно и, так сказать, с предсказательной силой. Что каждый год наиболее вероятным кандидатом на роль вот такого вот отца всех будущих штаммов вируса гриппа является тот штамм, который сильнее всего по мутациям в эпитопах отличается от среднего популяции. Ну и это имеет смысл, как бы, потому что это соответствует здравому смыслу, потому что такие штаммы наиболее незнакомы иммунной системе, потому что они сильнее всего отличаются от всего, что было раньше. Поэтому, по-видимому, они имеют наибольший эпидемический потенциал. И наоборот, мутации снаружи эпидопов, то есть в тех местах белков, которые иммунной системе не видны, они часто оказываются вредными для вируса и часто вероятность его дальнейшей передачи успешно снижают. И вот они создали модель, где смотрели в каждом штамме, сколько мутаций в эпидопах и какие, и прибавляли какую-то константу за соответствующие мутации в эпидопах, а наоборот снижали баллы за мутации в каких-то других частях. В незначимых, в незнаковых, с точки зрения иммунной системы, но, возможно, важных для функционирования самого вируса, потому что он же пытается не только избежать иммунной системы, но и делать много других. Ему надо жить, ему надо проникнуть в хозяйскую клетку, для чего, собственно, кстати, вот этот гемоглюцинин и используется. Мы про это сейчас поговорим. Ну вот другой возможный подход. А, нет, значит, здесь важно, что вот это вот сайт в интернете nextvlu.org, на котором, собственно, эта же идея превращена в такое динамичное приложение. Можно зайти, любой человек может зайти туда в любой момент времени и посмотреть на дерево вирусов, которые сейчас известны на настоящий момент. Вот можно, например, я это сделал там две недели. То есть это актуализируется, да? Да, это непрерывно актуализируется, непрерывно обновляется здесь все время. Текущие штаммы. Вот здесь вот штаммы по состоянию, значит, 14 сентября. Да, как бы 14 сентября 2015 года и за последнее время. И можно построить, значит, автоматически по ним строится дерево, и это дерево раскрашивается в соответствии с тем, сколько мутаций в эпитопах случилось. Вот здесь вот, значит, разными цветами, вот эта вот, допустим, точка, это, видите, 12 мутаций в эпитопах. А вот предковые, относительно предковых последовательностей. В предковых последовательностей их мало. А вот здесь вот крестиком обозначен штамм, который использован для создания вакцины. И дальше интересный вопрос, значит, можно в реальном времени смотреть, насколько вакцина в данный год оказывается успешной. Насколько далеко реальный вирус ушел. Да, насколько далеко реальный преобладающий вирус ушел. Еще раз подчеркиваю, что все-таки, даже если он ушел далеко, это не значит, что вакцина абсолютно бессмысленна, потому что перекрестный иммунитет достаточно высокий. Можно использовать другие соображения. Более такие молекулярно-эволюционные и филогенетические. Ведь что означает такая структура дерева? Она означает, что тот штамм, который интенсивнее всего ветвится, та линия, которая дает больше всего и самых разнообразных потомков в будущем, она будет наиболее эволюционно успешной. И можно использовать данные, например, за какой-то прошлый период, в данном случае до февраля 2007 года, и смотреть, какие штаммы оказываются, где точки роста на этом дереве, где точки такого густого, интенсивного и быстрого ветвления. И предсказывать, что именно эти точки роста, наверное, станут предками больших веток, новых веток в будущем. Вот здесь люди это делают, значит, они видят, что вот здесь вот точка роста, по данным до февраля 2007 года. А потом смотрят сюда, используя уже данные за сезон 2007-2008 года, и видят, что действительно вот эти самые штаммы этого сезона произошли от вот этой вот самой точки роста. Это тоже недавняя такая успешная работа. Ну вот, значит, есть такие разные методы. Красиво. Попыток предсказать будущее. То есть вопрос предсказуемости эволюции здесь имеет самое прикладное значение. Какой из этих методов или какой-нибудь другой победит, пока что не совсем понятно, но что-нибудь из этого победит. Дальше. Ведь заметьте, что методы эти довольно простые. Они, например, считают, что все мутации действуют независимо друг от друга. Мы заменяем каждую букву, у нас там приспособленность либо увеличивается, либо уменьшается. Мы заменяем другую букву, она тоже увеличивается или уменьшается, но эти буквы друг про друга ничего не знают. Например, на самом деле это очень далеко от реальности, потому что в геноме очень много того, что называется эпистазом, то есть взаимодействие между разными частями. Это может быть взаимодействие между разными аминокислотами в одном и том же белке, или же это могут быть взаимодействия между разными белками. Можно думать про, например, один белок как про слово на русском языке. Значит, у нас есть какое-то слово, дальше в ходе эволюции мы можем его изменять. Эта аналогия принадлежит Меннаду Смиту, она такая была очень полезной для понимания того, что, собственно, происходит. Вот есть игра такая детская, где мы заменяем по очереди в слое по одной букве, и пытаемся от одного слова перейти в другое слово. Но каждое слово должно иметь смысл. Если оно должно иметь смысл, мы не можем заменить буквы в любой последовательности. Если мы таран заменили на баран, только после этого мы можем заменить букву О и сделать из него барона. Если мы сразу сделаем тарон, то тарон это слово не имеет смысла в русском языке. Точно так же устроены белки. Возможно, замены одни не имеют смысла без других. Или же, наоборот, вдвоем, допустим, какие-нибудь две замены могут быть вредны, хотя каждая из них по отдельности полезна. И так далее. Взаимодействия такого рода могут быть самыми разными. То, насколько чисты такие взаимодействия, это очень интересный и активно изучаемый вопрос не только в эволюции вирусов, но и вообще в эволюционной биологии, в молекулярной эволюции. Например, в нашем собственном геноме. Насколько чисты такие взаимодействия. Это, в общем, важно. Допустим, мы приходим к врачу, он с каким-нибудь генетическим заболеванием. Он видит, что у нас заменилась аминокислота в каком-то белке. И дальше вопрос, ему достаточно этого, чтобы сказать, что эта аминокислотная замена приводит к этому заболеванию. Или же ему нужно еще учитывать все аминокислотные замены во всех других генах. Только вариант мы несем во всех других генах. С другой стороны, можно увидеть, что эпистазов в геноме вируса Грипа довольно много просто простыми анализами. Например, можно взять эту работу из группы Джесса Блюма в позапрошлом году, где он, это еще один белок вируса, значит, нуклеопротеин, он изменял его, он реконструировал эволюцию, которая происходила в этом гене за последние несколько десятков лет. И шаг за шагом в пробирке создавал вот эти самые вирусы, которые получались по ходу. И изучал, как эти замены меняют на стабильность соответствующего белка. Значит, белок должен быть достаточно стабильным, иначе он просто не свернется. С другой стороны, он не может быть слишком стабильным, потому что тогда он может, например, утратить какую-нибудь ферментативную активность, которая у него есть. Вот здесь вот он отслеживал, значит, что происходит с этой самой стабильностью, и оказывается, что стабильность остается в результате всех этих замен в достаточно узком диапазоне. То есть у нас мы можем стабильность насколько-то увеличить, но следующими мутациями мы ее будем понижать. Вот этот вот запрещенный путь, мы не можем разрушить белок, сделать его совсем нестабильным, и вернуться обратно к стабильности, потому что вот это вот состояние будет как бы очень-очень неадаптивным. То есть мутации, которые понижают стабильность, могут происходить только после того, как произошла какая-нибудь другая мутация, которая повышает стабильность. И тем самым это вот такой вот простой случай эпистаза. То есть это значит, что аминокислотные сайты что-то друг про друга знают, как-то взаимодействуют. Ну и мы тоже изучали этот вопрос. Это вот ранняя работа 2011 года, где мы подумали, что смотреть на эпистаз можно просто глядя опять-таки на филогенетические деревья. Вот допустим у нас есть филогенетическое дерево, на котором мы знаем в какой момент происходили замены в разных сайтах. Допустим вот в каком-нибудь одном сайте 391 случилась замена вот здесь, вот здесь, а в другом сайте случилась замена здесь и здесь. И мы можем взять эти два сайта, в каждом из них случилось на самом деле много замен, и померить расстояние на этом дереве между вот этой заменой и вот этой заменой. Если эти расстояния ужасно короткие, это значит, что после того, как у нас случается мутация в сайте CNS3, может произойти только после того, как случилась мутация в сайте 391. И значит можно придумать статистику, которая это меряет. И оказывается, что действительно таких взаимодействий, таких вот разрешающих, исследующих за ними, компенсирующих наоборот замен, в геноме вируса гриппа очень много. Внутри одного гена. Значит это вот пример таких вот пар взаимодействий. Вот еще один замечательный пример. Например, это пара сайтов в нейроминидазе. Эта пара сайтов замечательна тем, что замена в сайте 275, это замена знаменитая. Она дает устойчивость вирусу H1N1, это здесь именно про него речь, к азолитомивиру. Азолитомивиру – это препарат, известный под торговой маркой Тамифлю, который дает нам, который один из немногих антивирусных препаратов, которые эффективны от гриппа. Значит у него у нас немного проблем, у него много побочных эффектов, но если дело совсем плохо, я не знаю, там вирусная пневмония или что-то в таком духе, значит он достаточно эффективен. В ситуации, когда вирус к нему чувствителен. Но сейчас большая часть вирусов H1N1 не пандемических, то есть не вот этих самых свиных. Да, вот от свиного там ажиотаж был, его даже не достать было. Не кинулись все пить вообще без назначения. От свиного, ну здесь можно спорить о том, насколько это полезно, но так или иначе свиной, по крайней мере, к нему чувствителен. А сезонный обычный H1N1 к нему устойчив. И устойчивость эта придаётся вот этой самой мутации в сайте 275. И в момент, когда ассоциация, значит FDA американская, которая решает про каждое лекарство выпускать или её на рынок, выпускала вот этот самый томифлю на рынок, уже было известно, что есть мутация в нейроминедазе, которая даёт устойчивость к азолитомивиру. Но когда происходила эта мутация, нейроминедаза вирусная становилась нефункциональной. То есть азолитомивир не действовал, но и сами эти вирусные частицы не отпочковывались от клетки. То есть тем самым вирулентность, инфекционность была очень мала или её не было вовсе. И поэтому все решили, что ну и ладно, такая мутация нам не страшна. В течение нескольких лет после этого возникла, после того, как томифлю был выпущен на рынок, возникла как сама эта самая мутация в сайте 275, так и другая мутация в сайте 344, которая компенсирует вредный эффект для вируса, вредный, вот этой самой мутации в сайте 275. То есть он и оказывается устойчивым к азолитомивиру и способным почковаться. По-видимому, то, что эти две мутации возникли вместе, это не следствие того, что ввели азолитомивир, потому что, ну, во-первых, азолитомивир использовался недостаточно всё-таки интенсивно, чтобы так сильно повлиять. Ну да, все активное, да, оказать влияние. Да, чтобы так сильно оказать влияние. Во-вторых, возможно, это там пара мутаций была и раньше, просто её было не видно. Возможно, она так распространилась из-за того, что она полезна для вируса из-за чего-то ещё. Но, так или иначе, вот здесь вот, в этой работе мы показали, опять-таки Сергей Крижимский был там первым автором, мы показали, что можно было предсказать, используя данные по генетической изменчивости только до момента выхода этого препарата на рынок, можно было заранее предсказать, что есть вот такая вот пара взаимодействующих мутаций, проверить её экспериментально и увидеть, что это взаимодействие, по-видимому, даёт нам вот такую вот защиту от тамифлю. То есть можно было заранее знать, что возникнет устойчивость. Ну вот ещё один пример такого взаимодействия. Оказывается, что эта мутация, приводящая к устойчивости к асультимивиру, она была, так сказать, разрешена не только другими мутациями в том же самом гене, но и мутации в гемоглючинине предшествовавшей. То есть здесь взаимодействия такие не только внутригенные, но и межгенные. Этого до нас люди не знали, это вот прошлогодняя работа, вышедшая у нас в этом году, она означает, что вирус, вообще гриппы так сильно скоординирован, разные сегменты сильно скоординированы друг с другом, и эволюцию одного сегмента необходимо понимать в контексте эволюции всех остальных сегментов. То, о чём мы говорили до сих пор, называется антигенным дрейфом. Это маленькие постепенные изменения свойств вируса, из-за того, что накапливаются отдельные мутации в генах поверхностных генах. Вирус гриппа имеет ещё один режим эволюции, когда он осуществляет большие скачки в таком антигенном пространстве, радикально меняя своё антигенное свойство. Это связано с реассортациями в большой степени. Как мы говорили в начале, когда одна клетка одновременно инфицируется двумя разными штаммами, у нас вирусные частицы из двух разных штаммов могут перемешаться и возникнуть новая вирусная частица с радикально новыми свойствами. Кроме того, вирус гриппа удивителен тем, и очень необычен тем, что это вирус один из наиболее быстрых и легко, среди тех, которые нам известны, перепрыгивающий между разными видами. Он очень легко меняет хозяина. Это удивительно, потому что, в принципе, как ясно, все хозяева немножко разные, и сложно инфицировать сразу разные организмы. Слава богу, всё-таки свойства не совсем идентичны вирусных частиц, то есть не то, что на всё живое действует один и тот же вирусный штамм. Но вот эта эволюция дополнительная, которая необходима для того, чтобы начать, например, инфицировать, какой-то новый вид, она происходит достаточно легко. Как вообще устроена, в принципе, эволюция при интродукции какого-то нового патогена из природного резервуара? Сначала, например, можно думать про птичий грипп. Сначала случаются передачи в популяцию человека, но поскольку соответствующие вирусы или патогены ещё не адаптированы, эти линии часто быстро вымирают. Какой-то человек может заболеть и умереть, но дальше к другим людям он не пойдёт. И необходима какая-то дополнительная эволюция для того, чтобы вирус приобрёл способность распространяться в человеческой популяции. Значит, мера способности распространяться в популяции – это вот эпидемическая константа, по-моему, на всех языках она называется R0. То есть это то, сколько в среднем инфекции приходится на одну уже существующую инфекцию. Если человек заражённый в среднем заражает больше, чем одного человека, и это продолжается постоянно, всё время, значит, эта константа поддерживается такой высокой, тогда это приводит к эпидемии. Если R0 меньше единицы, систематически, тогда эпидемия невозможна. Ну и вот, как я сказал, это, значит, карта передачи, известных нам только передач разных штаммов. Верблюды. Да, здесь даже только гемоглюсинин от человека и к человеку и между другими разными видами. Птицы, дикие птицы – это основной природный носитель гриба. Это очень мыши, да. Да, значит, всего у нас известно сейчас 16-17, даже уже, по-моему, 19 штаммов, 19 подтипов гемоглюсинина. И в природе, значит, это в первую очередь там утки, гуси, и также лебеди, и также чайки. И вот это вот переносы, огромное количество разных переносов, которые нам известны. Значит, люди передают H1, H2 и H3. От птиц получают время от времени, значит, разные неприязные вещи. И вообще H1 и H3 также получают от свиней. Ну и когда происходят, что вот это, собственно, за мутации? Что это за мутации, которые делают вирус гриппа более легко эволюционирующим в человеческой популяции? Опять-таки, неплохо бы знать их заранее, потому что у нас есть, например, птичий грипп, которого все очень боятся, которые, значит, под тип H5N1, которые время от времени случаются инфекции людей, но инфекционность этого штамма низкая. То есть, заражений от человека к человеку, там, это единичные случаи. Систематические заражения от человека к человеку, слава богу, пока что не происходит. И какие, собственно, мутации необходимы для того, чтобы вирус смог перепрыгнуть, скажем, от птиц к человеку? Такое было не только птичьим гриппом, так и, значит, от птиц к человеку наследовал и другие варианты гриппа. Ну вот, это одна из работ, где это разобрано экспериментально. Значит, здесь вот это все тот же самый белогемоглюцинин, немножко в другом виде, он тример. Здесь вот черная, это одна субъединица этого самого тримера. И желтенькая, это вот эпитоп. Это то место, которое видно иммунной системе. И также, которое используется, значит, та часть гемоглюцинина, которая нужна для того, чтобы связываться с рецепторами на поверхности клеток, с яловыми кислотами и, собственно, проникать в клетку. Разные штаммы вируса гриппа А предпочитают связываться с немножко разными рецепторами на поверхности человеческих клеток. И там хитрая ситуация, потому что у птиц в основном в своем дыхательном тракте экспрессируют, ну там и также в желудочно-кишечном тракте, экспрессируют один тип рецепторов. Это альфа-2, так называемая. У человека в основном в верхних дыхательных путях экспрессируется другой тип рецептора. Это альфа-6. И это, по-видимому, является вот таким основным барьером на пути, значит, передачи от птиц к человеку. Значит, в чем здесь проблема? Во-первых, проблема в том, что есть свинья, которые экспрессируют, по-видимому, и альфа-2, и альфа-6, и то, и другое. И поэтому они хорошо подходят на роль такого промежуточного хозяина. Во-вторых, человек тоже экспрессирует альфа-2 в глубине своего дыхательного тракта. То есть, значит, альвеолы и бронхи – это в большой степени альфа-2. И из-за этого вот можно предположить, что, возможно, вот высокая такая смертоносность вируса H5N1, и, с другой стороны, его слабая способность передаваться связана именно с тем, что связывание в основном происходит где-то там глубоко в лёгких. Для человека это смертельно, но передача происходит при этом не очень сильная. В глубине души мы птицы, понятно. Мы в глубине лёгких птиц, да. Ну и вот, значит, такие передачи часто связаны с реассортациями, как я говорил. И, в частности, знаменитая испанка. 18-й год, да? Да, испанка, самый смертоносный за всю историю эпидемии вируса гриппа. 18-го года там унесла, по-видимому, жизни там 2-3, может быть, 5% населения всего земного шара вообще. То есть это была одна из самых страшных пандемий за всю историю человечества. По-видимому, она превзошла и чёрную чему, хотя там точные оценки численности сложно дать. И, по-видимому, там погибло за один год больше людей, чем погибло за 30 лет хождение вируса иммунодефицита человека. То есть это действительно была вещь совершенно ужасная. Тогда не было авиационного сообщения. Но по всем концам Земли этот вирус был, по-видимому, разнесен солдатами, возвращавшимися с войны в конце Первой мировой. И в результате не было уголка на Земле, где люди бы не погибали от этого самого птичьего гриппа. От испанки. Происхождение испанки, по-видимому, тоже было птичья. Вообще, большинство серьезных таких серьезных пандемий, про которые мы знаем, 20 века, они были связаны с реассортациями, именно с вот таким вот механизмом. То есть у нас как-то изменялись антигенные свойства. Резко. Да, резко антигенные. Мы знаем неплохо про то, какой именно штамм вызвал испанку, потому что в 2005 году было раскопано захоронение... Это на Шпицбергии, да? Нет, это Аляска. Это самый запад Аляски. Там была такая алиутская деревня, инуидская точнее, которая практически полностью вымерла в результате испанки. И там были раскопаны захоронения, взяты были образцы легких. Из них выделен вот этот самый вполне жизнеспособный, поскольку там вечная мерзлота, вполне жизнеспособный штамм вируса испанки. И отсеквенирован, то есть его последовательность лежит в открытом доступе, там, в Генбанке. У нас сейчас есть... Мы можем... Вот сейчас вот несколько лет назад заново были все эти дискуссии, насколько опасно или не опасно выкладывать в открытый доступ последовательности опасных вирусов смертоносных. Но вот эти дискуссии в первый раз... Ну, даже не в первый, но в предыдущий раз происходили в 2005 году, когда секвенировали H1 на H1. С тем, чтобы каждый возникающий вирус просто сравнивать с этой последовательностью. Ну да, да, да. Понятно, что существует очень много прикладных, очень большое прикладное значение, почему мы, собственно, должны знать своего врага в лицо. Но все боятся, что мы будем создавать смертоносные вирусы. Да, все боятся, что кто-то будет создавать смертоносные вирусы. Также все боятся, что этот вирус может, если его синтезировать, то он может сбежать. Тем более, что случаи такие бывали, вообще говоря. Вот эта история, насколько мы ее себе видим, вирусов гриппа в человеческой популяции, значит, это вот испанка, которая была по типу H1N1, начиная с 1918 года. И дальше были несколько больших пандемий, которые привозили к тому, что основной циркулировавший на тот момент штамм заменялся на какой-то новый штамм. И, значит, обычным сезонным вирусом после этого становился какой-то другой. Значит, вот этот вот H2N2 в 1957 году, и после этого H3N2, наш обычный сезонный, возник в 1968 году. В 1977 году случилось что-то очень необычное. В популяции возник опять непонятно откуда вирус H1N1 с такими умеренными достаточно свойствами в качестве обычного сезонного гриппа, он с тех пор циркулирует, циркулировал до 2009 года, значит, вместе с H3N2. Что в этом необычного? Необычного в этом в том, что он был ужасно похож на тот штамм, который вымер с возникновением H2N2 за 20 лет до этого. В научном сообществе принято считать, что это был случайный выпуск из лаборатории этого самого штамма. Причем по географии получается, что это было, по-видимому, либо где-то на востоке Советского Союза, либо в Китае. Но так или иначе, после этого в человеческой популяции вместе циркулировали H3N2 и H1N1, и, собственно, это продолжается до сих пор. Это старая картинка, здесь еще не показан вот этот самый вирус H1N1 с виной пандемический, который сейчас стал, собственно, обычным сезонным вирусом по типу H1N1. И отвечает там каждый год за примерно 20-30% всех обычных сезонных инфекций. Слава богу, он оказался в результате не сильно более вирулентным, или практически настолько же вирулентным, насколько обычный сезонный гриб H1N1 и H3N2. Ну вот, это совершенно замечательная картинка, которая показывает, насколько сложно устроен был вот этот свиной гриб H1N1. Значит, вот эта вот реассортантная его, эта форма, которая дала эпидемию в 2009 году, видите, какой у нее сложный состав. Значит, во-первых, она взяла два штамма, в смысле, два, вот каждая линия соответствует одному сегменту. Два сегмента ПБ2 и ППА она взяла из птичьего гриппа H1N1. Потом несколько сегментов гемаглюцинина и нейроминидазу она взяла из сезонного человеческого гриппа. Наконец, несколько сегментов она взяла из классического свиного гриппа. Еще какие-то, значит, все это перемешивалось в свиньях тоже, так называемая троэнаэресортантная. Значит, это был этот самый штамм, который был перенесен в человека, но тоже с примесью еще другого свиного. То есть, у него, вы видите, происхождение, так сказать, из пяти, как минимум, мозаика из пяти разных штаммов. То есть, по-видимому, вот эти свиньи, которые живут довольно близко от нас и довольно в тесном взаимодействии с человеком, с другой стороны, также и взаимодействуют с птицами много, а они, значит, такой половинный котел. Ну и, впрочем, и птицы тоже. Вот. Ну, вот эта история распространения этого самого вируса H1N1 тогда в 2009 году. И, как я говорил тогда, наши власти говорили, что в России его нет. На самом деле, так не бывает, конечно, поскольку эпидемия вируса, они глобальные. Русские много летают. Да, не бывает, что в Китае, в Соединенных Штатах, в Белоруссии, в Литве H1N1 свиной, а у нас нет. Вот. Одна из путешествующих наций, по-моему. Ну да, для этого нужно, чтобы так было, нужно предпринять какие-то радикальные меры, вроде вообще полного перекрытия границы. Так что, конечно, тогда у нас был тоже свиной грипп, ходил так же, как во всех других местах. Ну, и вот эта табличка, значит, про то, что я говорил, что действительно большая часть этого самого свинового гриппа пандемического была устойчива. Была, наоборот, чувствительна к азальдомивиру, слава богу. То есть, наоборот, вот это вот пандемический, и он был 0% устойчивых. А это обычный H1N1, который был устойчив практически целиком. Ну, и интересный вопрос, это как мы можем... Интересный вопрос, это можем ли мы... Сейчас. Предсказывать, да? Да, можем ли мы предсказывать эти самые реассортации. В общем, по-видимому, это делать практически невозможно, потому что вариантов очень много. Значит, можно пытаться искать, какие из них там самые опасные кандидаты. Но здесь биоинформатика помочь может мало чем, потому что здесь слишком много соображений. Здесь нужны эксперименты. С другой стороны, биоинформатика может помочь вот в чем. Мы можем посмотреть... Ну, вот это вот, опять-таки, наша картинка из нашей работы, где мы смотрели, что реассортации такие происходят очень часто и гораздо между более близкими друг к другу штаммами. То есть, это не такие большие торжественные реассортации, приводящие к образованию новых подтипов, а это внутри одного подтипа, H3N2. Мы видим, что вот эти вот деревья, которые построить можно по гемаглюцинину с одной стороны и с другой стороны по нейроминедазе, они не полностью друг с другом совпадают. Это значит, что какие-то ветки как-то перепрыгивали. Когда мы такое вот видим, значит, вот такие вот ветки, видите, одним цветом поставили такие вот соответствия. Значит, это значит, что были какие-то перемешивания, что были какие-то реассортации. В результате генеалогии, построенные, так сказать, по разным генам, не совпадают с точностью. И интересный вопрос, который нас интересовал следующий. Я сейчас скажу, почему он интересен. Это вызывают ли реассортации последующие накопления аминокислотных замен. Что с точки зрения белка вируса означает реассортация? Это означает, что он оказывается в совершенно новом генетическом окружении. А как мы с вами видели раньше, новое генетическое окружение означает, что другие аминокислоты в нем становятся оптимальны. Возможно, ему как-то нужно притереться к этому новому окружению, как-то немножко измениться, накопить какие-то новые мутации. И он будет работать в этом вирусе эффективнее. И вот мы предположили, что каждый раз после такой реассортации случаются эпизоды такой притирки. То есть накапливается быстро-быстро некоторое количество новых аминокислотных замен. То есть адаптационные какие-то процессы. Адаптационные, да. И так оно оказалось. Вот здесь, например, случилась красная точка, это случилась реассортация. А дальше вот эти зеленые черточки, это дополнительные мутации, которые притирают. И видно, что после реассортации такие дополнительные мутации происходят быстро, чаще. И, значит, такая интенсивная пулеметная очередь таких замен получается. Интересно. И почему это важно? Важно это потому, что люди, как я сказал, пытаются, например, предсказывать то, какие будут пандемические штаммы. Следующие экспериментально. Вот была нашумевшая история несколько лет назад с птичьим гриппом, когда два человека... На самом деле там была еще одна группа, но вот одна группа... Еще Каваоки еще это был, да? Да, была японская группа Каваоки, да. А также была группа Рона Фуши и Абба Астерхауса, которые решили ответить на этот вопрос экспериментально. Значит, они эволюционировали птичий грипп путем пассирования в хорьках. Стандартная модель для изучения вируса гриппа. И, в конце концов, получили... Чихающих хорьков, да. Да, получили чихающих и умирающих хорьков. То есть, получили, значит, вирус птичьего гриппа, способный передаваться в млекопитающих. И дальше оказалось, что этот вирус... Дальше у них были очень большие сложности с публикацией, собственно, этой работы. Потому что они хотели, как стандартно, в открытый доступ выложить его последовательность. А это вызывало, естественно, всякие возражения. Потому что это потенциально штамп с очень большой пандемической опасностью. И там на публикацию эту статью был наложен там мораторий. Там сначала вроде как разрешали, потом вроде как передумывали, потом еще раз разрешали. Там собирались разные советы. Это все долго продолжалось и много было всякой интересной дискуссии. Ну, там чрезвычайная конференция ВОЗ была. Да, да, да. Было много всего интересного. Но так вот, в конце концов, когда они все это опубликовали, оказалось, что вирусу достаточно приобрести всего-навсего счетное количество дополнительных мутаций. Для того, чтобы приобрести вот эту самую способность передаваться в млекопитающих. И, кроме того, другая группа Кваоке тоже опубликовала свою работу. Показала, что это количество еще меньше. Если у нас есть реассортация, значит, после реассортации нам достаточно приобрести, если я не ошибаюсь, пять отдельных точечных мутаций. Пять, вообще говоря, это очень немного. После этого была еще работа, где люди, собственно, смотрели, а нет ли такого, что эти мутации уже присутствуют какие-нибудь из них в популяции. И оказалось, что такие действительно, да, две, по-моему, из них уже присутствуют в популяции. То есть остается всего-навсего три. Значит, я думаю, что... Я могу ошибаться, но я думаю, что то, что это число так невелико, означает, что пандемический штамм, если бы он был бы действительно очень опасен и, значит, мог бы возникнуть таким вот способом и начать передаваться в людях, он бы уже возник. То есть это в каком-то смысле хорошая новость. И, скорее всего, это значит, что либо этот штамм не может возникнуть по каким-то, значит, в природе по каким-то другим причинам, либо что он не настолько вирулентен, например, для людей, или не настолько инфекционен, насколько мы боимся. Но, тем не менее, интересно, что если мы правы вот здесь, если верно, что после реассортации замены происходят с ускоренной скоростью, это может означать, что такие изменения могут происходить быстрее, чем мы думаем. Сейчас вот люди пытаются моделировать, случится такое или не случится. Это такие сложные модели, потому что там очень много неизвестных, естественно. Но вот, например, предполагается, что скорость эволюции равномерна. Так вот, она неравномерна. После того, как случается реассортация, она ускоряется. Возможно, это тоже имеет такое прикладное значение. Но, собственно, вот то, что я хотел рассказать. Спасибо большое. Спасибо вам. Два коротких вопроса в этом по скриптам. Не один, а два. Но один вытекает из другого. Вот я не уходя от этого слайда, где эти замечательные голландские люди изображены, с их, на мой взгляд, на самом деле ценными экспериментами, хотя им пришлось пережить мораторий. Значит, вопрос один. Они после этого моратория, после публикации, после конференции этой Возовской, через год, они обратились с письмом, но даже не только эти двое, еще 20 человек. 22 человека обратились с письмом. Одновременно опубликовано было это письмо и в Nature, и в Science относительно необходимости продолжения этих экспериментов. И вот чем дело кончилось, потому что, опять же, возражение стороны сообщества возникло. Не знаете ли вы, чем дело закончилось, продолжают ли они эти эксперименты, в открытом доступе я не нашла такой информации. И вытекающие из этого, как у вас, вот у вашей группы взаимодействия с медицинским сообществом, с создателями вакцин, ваши работы публикуются и про этот пистаз, вот недавно буквально в Плосе была опубликована работа про реассортацию, это все тоже в открытом доступе, Плос вообще открытый журнал. Да, подписка не нужна. Как ваше взаимодействие происходит? Ну вот, на самом деле, это ведь не один эпизод, что нужно опубликовать какую-то статью, иначе нужно решать, хорошо это или нет. Эта проблема будет возникать снова и снова, потому что все время возникают какие-то новые ситуации, которые были раньше не предвидены. все время, ну а как иначе, все время нужно взвешивать риски и также взвешивать возможную пользу. Там не бинарная ситуация, публиковать, не публиковать, например, многие говорят, что... Как публиковать? Да, многие говорят, что нужно там публиковать, но, допустим, распространять эту саму последовательность только по подписке, только авторизированным каким-нибудь людям, которые, значит, напишут, что они постдок в таком-то университете, и тогда им дадут. Но я просто думаю, что это не сработает, потому что если она окажется в руках у какого-нибудь постдока любителя открытого, этого самого, это просто безнадежно. Постдока демократа, да. Да, я думаю, что это работать не будет, просто потому что, возможно, круг исследователей слишком большой. Если бы с ней должны были работать пять человек, то это могло бы сработать. Ну и другие люди говорят, что нужно разрешить такого рода работы, но требовать самого высокого уровня безопасности. Сейчас они работают в уровне безопасности по американской системе 3+, а есть еще уровень 4, которые там, по-моему, всего-навсего 4 лаборатории сертифицированы во всей Америке на такой уровень безопасности. Это там самыми-самыми страшными вещами так работает. Ну, может быть, это разумно. Ну, то есть, действительно, я не знаю, действительно, наверное, надо как-то вести себя очень осторожно. У меня нет четкого мнения по поводу... Я как бы не могу сказать, что я четко согласен либо с одной стороны, либо с другой. Действительно, это... Я согласен с аргументами, что это потенциально опасно. Слушайте, вот Асиламарская конференция, 75-й год вообще, да, уже далекая история. Тогда добровольно геноинженеры собрались и русских наушников, поехала целая делегация. Тогда еще наша наука, собственно, была в авангарде. Добровольно приняли мораторий. И я с тех пор, я не знаю ни одного случая, поправьте меня, чтобы какая-то геноинженерная конструкция вышла наружу и кому-то повредила. Ну, нет такого. За столько лет. Тогда были приняты просто правила. Препарат ДНК не сливать в общую раковину, а в каких-то контейнерах. Ну, возможно, но то, что не происходило ранее, во-первых, все-таки такие случаи бывают, как бы они, безусловно, они бывают. Или мир стал более опасным. Вопрос в том, что они пока что везло, и ничего серьезного не происходило в основном. Что-нибудь серьезное может произойти все-таки в любой момент. То есть я признаю, что здесь озабоченность, как бы, на мой взгляд, обоснована. Что здесь делать, действительно, надо как-то решать сообща. Ну, хорошо. А как делать вакцину, используя последние данные, например, биоинформатиков? Это учитывается? Как относительно взаимодействия? Это интересный вопрос. Он такой связан с социологией. Потому что люди, например, в CDC, они, в общем-то, достаточно закрытое сообщество, которое не очень охотно берет, значит, которое не очень охотно, не очень открыто для новых влияний со стороны. Вот, поэтому это еще впереди, я думаю, включение всех этих соображений в предсказание вакцины. Даже вот эта, собственно, статья, которая была опубликована в Nature, Майкла Лессига, она тоже, по-моему, как бы, ее безусловно видели, все эти вазовские люди, но, по-моему, так, чтобы прямо сразу взять и начать делать ровно, как там написано, такого не произошло. Так что я думаю, что все впереди. Спасибо большое, Георгий.